Хорошенькая двадцатилетняя блондинка Леля стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Все далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залитый светом багровой, поднимающейся из-за кургамы луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой. Кругом тишина. Леля думает. Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что право неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем. Леля сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама, мадмузель Мурсо, забитая, больной и ужасно недалекое создание с вечно испуганным лицом и большим вспотевшим носом, водила выпускных фотографию сниматься. — Ах, умоляю вас! — просила она конторщицу в фотографии. — Не показывайте им карточек, мужчин. Просила она со слезами на глазах. Эта бедная женщина, никогда не знавшая супруга, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого демона она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Мурсо, но, пропитанные насквозь идеалами, они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев вольно определяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники. Гляди на эту кишащую толпу и выбирай. В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с Тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых передогонку трактуют все романы и даже все учебники по истории, древней, средней и новой. А в этом мае Леля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на все это, он совестно сознатся перед поэтическим маем. Групп неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев. Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевший халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды и тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во все, тщательно вычищенное и выглаженное, целует Ленину руку и в собственном экипаже едет на службу в страховое общество. Что он делает в этом обществе, Леля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты или, быть может, даже вращает судьбами общества, это ей неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и еще больше разговаривает. Все больше о высоких материях. Решает женские и финансовые вопросы. За что-то бронит Англию. Хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам. Молодежь ужасно измельчала, говорит он. За один обед успевает решить сотню вопросов. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом. — Нет у нас теперь хороших писателей, — вздыхает он за каждым обедом. И это убеждение он вынес не из книг, потому что он никогда ничего не читает. Тургенева он смешивает с Достоевским. Карикатур не понимает, шуток тем более. А прочитав однажды по совету Лели Щедрина, нашел, что Салтыков-Щедрин туманно пишет. — Пушкин Моншер. Намного лучше. У Пушкина есть очень смешные вещи. И я читал. И я помню. — Учит он Лелю. После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго и сосредоточенно, хмурящей морщась. О чем он думает, Леле неведомо. Она только знает, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и продолжает нести все ту же чушь. Вечером он играет в карты. Аккуратно. Над каждым ходом долго думает и в случае ошибки партнера ровным отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт по уходе гостей он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит. Ну и бред его нелеп. Извозчик. Извозчик. Услышала от него Леля на вторую ночь после свадьбы. Всю ночь он бурчит. У него бурчит в носу, бурчит в груди и бурчит в животе. Больше Леля ничего не может о нем сказать. Она стоит теперь у палисадника и думает, сравнивая своего мужа со всеми знакомыми ей мужчинами. И находит, что он лучше всех. Только ей от этого не легче. Священный ужас мадемуазель Марсо обещал ей что-то лучшее. Субтитры сделал DimaTorzok